Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Сегодня у меня продолжение вчерашней темы Magic Green. Луковицы подсохли. Сейчас надпишу бирочку. Бирочка у меня пойдет большой горшок. Луковицы, как вы сами видите, подсохли. Тут даже начали расти листва новые. Я надеюсь, что это листва. Да, листва. Вот там уже растет цветонос, так что надо срочно сажать, чтобы где-то за пару недель луковица успела укорениться и начала цвести за счет ресурсов в горшке. Вот у корешки. Посмотрим, как получится. Вот так. Засохло что-то. В принципе, вот эта вот корочка, пускай она здесь и лежит. Сажать, мазать все максимум я не буду в данном случае. Пусть вот так вот подсыхает. Мы пока займемся этой луковицей. Вот все, что от нее осталось. Это грязь. Ну, я надеюсь. Да. Так, сейчас я это все смажу. Тут все сухо. Сухо и плотно. Именно то, чего я добивалась, вычищая все слои луковицы. Сейчас мы это все смажем максимум. Потому что на таких поверхностях стагоноспора резвится только так. Плюс это хороший способ закрыть все срезы и остановить испарение. Так как Максим создает фунгицид, Максим создает пленку, которая мешает испарению. Вот. Так что немножечко защитим луку. От лишней траты воды. По идее, можно было бы ее немножечко подсушить, но я... Лука уже высушена. Там, кстати, дно светится, вот видно. То есть с этой стороны вот здесь вот где-то находится все. Так что я сейчас... Вот. Вот здесь вот у меня... Практически насквозь проедено было. Сейчас палочкой это я все высушу. Почему еще использую палочку? Что одновременно я и смазываю, и подсушиваю то, что мне осталось внутри. Слой здесь уже сухой. Как я говорю, дома у меня очень сухо, очень жарко. Здесь идет теплый пол, который очень сильно высушивает воздух. Так. Так что... Так что... Уже сухо. Кстати, вот именно золотистый такой блеск, это первый признак, что перед вами настоящий Максим, не подделка. Он должен быть такой вот кроваво-красный с золотым блеском. И у меня укореняю я все вот такие проблемные луковицы в таких вот горшочках. Здесь где-то 2,5 литра грунта. Мне, во-первых, это удобно контролировать, в случае чего мне не нужно выкидывать огромное количество грунта. Вот так вот я аккуратненько прикапываю. Поливать буду по внешнему краю. Вот так вот. Чтобы вода не попадала в центр луковицы, чтобы не загнивала. Влага... Первый полив у меня будет где-то завтра. Обильный полив по краю, чтобы оно все как следует смочилось. И хоть грунт у меня такой торфяной, он плохо впитывает воду, но опять-таки этого, той влаги, которая будет находиться вокруг луковицы, хватит для того, чтобы стимулировать рост корней. И если луковица, вот эта вот оставшаяся часть, укоренится, то есть большие шансы, что где-то в течение двух месяцев здесь появятся детки. Именно для этого я ее оставила, не выбросила. Сейчас мы вернемся сюда. Вот видите, уже подсыхает. Максим тоже суховатый. Видите, как паста наносится вместо жидкости. Здесь я просто смазываю все листочки, чтобы точно знать уровень прироста за день на первые дни. Ну и контролировать вообще. Растет, не растет. Потому что цветонос луковицы выгоняет за счет ресурсов самой луковицы, а листья растут уже только после того, как появятся первые корешки. Ну и вот у меня в моей коллекции горшков вот такой вот новый горшочек появился. Это турецкие горшки к нам завезли недавно. Вот так. И все. И это у меня отправляется в карантинник. А попозже днем, после того, как я простерилизую инструменты и стол, продолжим обрабатывать остальные луковицы. Их тут у меня огромное количество. И все вдруг резко начали гнать цветоносы в тепле. Так что работы мне на ближайшие 2-3 дня предстоит их огромное количество. Ну что ж, удачного всем дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok